Кофейный утёнок В кафе на углу А в это же время пять милых утят Плывут вместе с мамой домой отдыхать И только малышка не хочет домой Но мама упрямо зовёт за собой И только малышка не хочет домой Но мама упрямо зовёт за собой Кофейный утёнок Ты тучи черней Чего такой грустный Сбодрись поскорей Приветствую всех на своём канале Хозяйство птицеводства Сегодня я с вами хочу поговорить об индоутках Выращивание индоуток Это выгодный бизнес Особенно для новичков Порода продуктивная, неприхотливая С высокой выживаемостью Многие считают, что утка так называется Потому что её предками являются индюки На самом деле это миф Связанный с похожими кораллами На носу обоих видов Эта утка попала к нам из Америки Индоутка является родоначальником муларда Это гибрид индоутки Селезня с пекинской уткой Но муларды самостоятельно не размножаются Они стерильные Мускусные утки крупные и скороспелые Мясо по вкусу напоминает дичь Поскольку эти утки родом с юга Они не имеют способность накапливать жир для обогрева Поэтому ранней весной и поздней осенью им лучше не купаться в холодных водоемах Они легко простужаются Яйца у индоуток достаточно крупные 75-85 грамм За год одна утка несет 100-140 штук При условии, что не садится насиживать их Характер у этих уточек очень спокойный Но бывают и исключения В конце видео я вам покажу, о чем я Их еще называют шипунами Так как они почти не имеют голоса И лишь иногда шипят Очень любят простор Расцветки у индоуток различные Они имеют свои плюсы и минусы Сейчас мы о них поговорим Минусов, конечно, меньше Плюсов побольше Положительные стороны Диетическое мясо не слишком жирное Отличные мамы на сетке Для этих птиц не нужен никакой инкубатор Самки отлично ухаживают за утятами Высокий иммунитет и выживаемость почти 90-100% Неприхотливость к кормам Они едят немного Вот этот тазик корма Двух гусей, пять хохлатых уток И восемь индоуток на сутки Вечером я половину таза заношу им в теплицу Так как они его сзади не доедают И я им заношу его на ночь И только утром забираю пустой Не нужно строить специальный птичник Они легко уживаются с другими видами птиц Съедобные яйца Возможность выращивать без водоема Вот у них стоит поилочка вот такая Ну плюс еще ставлю пару тазиков летом Зимой у них один тазик стоит в теплице Из недостатков хочу отметить Непереносимость скучного содержания Низкая выводимость в инкубаторе То, что разводят сырость Новичкам рекомендую всегда Начинать с разведения индоуток Так как за ними несложный уход Поскольку они сами выводят птенцов Их, кстати, неплохо покупают Можно делать бизнес на птенцах На тушках Тушки идут за бой уже почти в два с половиной месяца У меня всю зиму индоутки прожили в теплице Никаких подстилок специальных Ничего я им не делала Кроме как вот у них стоят поддоны На этих поддонах они сидели у меня Когда было сильно холодно Температура у нас опускалась до минус 30 градусов Все уточки живы Никто не заболел Никто не умер Неприхотливые утки Хочу сказать Едят немного Отличные наседки И всем новичкам Я рекомендую именно К разведению этих уток Ну все, что хотела сказать По индоуткам я вам рассказала Теперь пока-пока До новых встреч на нашем канале Надеюсь, что многим это видео понравилось И стало полезным Если кто-то решит завести индоуток То посмотрев это видео Я думаю, они не откажутся от этого Из всех уток Для меня пока вот Самой лучшей породой является Это индоутки Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал На нашу группу ВКонтакте Хозяйство Птицеводства До новых встреч Не забывайте жать на колокольчик Чтобы не пропустить новые видео Утром подружку твою С кофейным утенком В кафе на углу Я видела утром Подружку твою С кофейным утенком В кафе на углу С кофейным утенком С кофейным утенком С кофейным утенком Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!